Очень удачное место, это возле Нюрнберга, город я напишу как называется, я честно говоря забыл, ну то что забыл, мне очень тяжело его выговорить, да и честно говоря я забыл. Что я могу сказать, машина 350 тысяч, она вообще не дымит, вообще не коптит, состояние просто мега офигительное, вот такая машина это просто тупо мечта перекупа. Почему? Да потому что, да ну реально посмотрите, 350 тысяч, вообще в состоянии прицепиться не к чему, ни единой царапинки, сидения офигительные. Вот такие вот автомобили потом попадают на рынок, 110 киловатт, 17 года машина, 17 года 350 тысяч, ну что тут сказать. Доброе утро, на фоне этой прекрасной речки, это речка Фульда, находимся в Германии, недалеко от города Кассель. В общем сегодня будет обзор цен, того чего есть в Германии, не дешевых, а именно ликвидных автомобилей, именно тех которые с НДС, те которые представляют какой-то интерес и машины безгеморойные. Сегодня мы будем смотреть то, что есть у дилеров, у хенглеров, не то, что есть у турков. Турков в этом видео сегодня не будет вообще. Пока ждем хозяина этой автохауса, покажу цены. Citroёn имеет 120 тысяч километров пробега, 2010 года 3490 евро. Дальше у нас Volkswagen, дальше у нас Volkswagen Passat, 145 тысяч пробега, 2014 года 2-х литровый, стоимость 11 990, трохи дофига. Хотя я подозреваю, что 100% эта машина содержит НДС, судя по цене. Дальше Ford Focus, 2014 года 8-490, 74 тысячи километров пробега. Дальше тоже интересный Ford, ну как интересный, интересный не только тем, что у него по зазорам все, почти все, все так хорошо начиналось. Ладно, не суть, 7390 евро, ровно 100 тысяч километров, 2013 года автомобиль в универсале. Этот у нас бесценный, раз он бесценный, он нам не интересен. А дальше все машины пошли без цен. Ну, все, цены закончились. Оно может тут есть. Да, тут есть. Ну и сейчас пойдем смотреть по каждому. Сейчас дойду до конца. Дилер не отзвонился, но он отписался. Ну, в общем-то, сообщение приблизительно следующее. Спрашиваю, друг, мы приехали купить машину, а тут все закрыто, что нам делать? Типа, я продаю машины каждый день, но в данный момент я в дороге. Я скиду ему ссылку. Есть ли этот автомобиль для того, чтобы его приобрести? Да, эта машина есть с 28 февраля. Сейчас у нас 20 февраля. То есть машина есть, но только через 8 дней. Какого хрена, вообще не понимаю. Короче, какой-то разводняк. Не знаю, почему так происходит со мной в этот раз. Ну, имеем такое. Ладно, дальше. Шкода Октавия Комби. Топ-пакет. Что в нем топового, если в нем даже крылья это нету. Стеклянные крыши. Панорамы. 113 тысяч 2015 года. Двухлитровый. 13 тысяч 990 евро. Этот автомобиль содержит НДС. Ford. Ford S-Max. S-Max это та штука, которая не имеет центральной перегородки. У нее открывается дверь. Одна, другая. И по центру перегородки нет. 122 тысячи километров пробега. 2015 года автомобиль. 12 тысяч 990 евро. Они все 12 тысяч 990 евро. Тут других такое впечатление, что нету. 119 тысяч километров пробега. Ой, 2015 года. Тоже содержит НДС. Да, 12 тысяч 990 евро. Ford. Mondeo. С полным обогревом лобового стекла. 15 690 евро. А трацион неслышанной щедрости. Почему? Да потому что у него пробег 65 тысяч километров. И 2016 года. Mini Cooper. Маленький, синенький. 4 тысячи 900... 4 тысячи 499 евро. НДС он не содержит. То есть вот такая цена на дачу. Я так понимаю, еще будет какой-то торг. 2008 года. 120 практически 5 тысяч километров пробега. Вот такой вот Ford S-Max еще один. Черненький, прикольненький. 13 490 евро. Евро 2015 года. С пробегом 115 тысяч километров. Этот автомобиль не содержит НДС. Как-то странно. Вот такой вот Тауранчик. Темно-синего цвета. Смотрю у него по зазорам. Ну, все нормально, все интересно. 91 тысяча километров пробега. 2015 года. Тоже двухлитровый. Стоимость 13 990 евро. Этот машин содержит НДС. Дальше. Volkswagen. Volkswagen Тауран. Семиместный крокодил. 2013 года. 98 тысяч километров пробега. Дизель. Автомат. 15 490 евро. Содержит НДС. НДС это 19% от стоимости автомобиля. После того, когда машина встанет на украинские номера. После того, когда она будет вывезена с Германии. Дилер эту стоимость возвращает. Разницу в цене имеется ввиду. Тауран. 2015 года. С пробегом 47 тысяч километров. 15 390. Содержит НДС. Еще один Тауран. 2015 года. 118 тысяч километров. Двухлитровый дизель. 14 590. Содержит НДС. Дальше. Volkswagen. Тауран. Семиместный. 2015 года. 105 тысяч километров пробега. Двухлитровый дизель. 13 590 евро. Вольцваген. Тауран. 120 тысяч километров пробега. 2015 года. 12 990 евро. Тоже содержит НДС. Следующий автомобиль. Тоже Шкода. Тоже Октавия. С полным обогревом лобового стекла. 2015 года. 66 тысяч километров пробег. 14 690 евро. Этот автомобиль НДС содержит. Такая немножко завышенная цена. Как по мне. Но в общем то и целом. Машина более менее интересная. Но BMW. Машина для любителей. Боевая машина. Ладно. Эта троечница стоит. 14 990 евро. Содержит она НДС. 119 тысяч километров пробега. 2015 года. Идем дальше. Вот эта прелестная белоснежная Октавия. Стоит 13 790 евро. 2015 года. 110 тысяч километров пробега. Также этот автомобиль содержит НДС. Дальше. Ford Mondeo. Такой синий цвет вырви глаз. 14 990 евро. Стоимость. Входит НДС. 103 тысячи километров пробега имеет этот автомобиль. 16 года выпуска. Прикольный. Volkswagen. Volkswagen Passat. Вау. GTE. 40 тысяч километров пробега. Машина 2017 года. 28 990 евро. И эта машина не содержит НДС. Да. Не содержит. Дорого. Вот это прекрасная Audi. В кузове Avant. 13 490 евро. Этот экземпляр 2014 года. Имеет он 99 тысяч километров пробега. Содержит НДС. Ford. Ford. Focus. 8 590 евро. Да еще и с НДС. 100 тысяч километров пробега 2016 года. Дизельный аппарат с объемом 1 и 5. Ну довольно такой интересный. И наверное последний в этом ряду Passat. Passat CC. 15 690 евро. 55 тысяч километров пробега. 2012 года. Ну в общем приблизительно вот такие цены в Германии. Я направленно не снимал обзор цен. Не выискивал нечто дешевого. Вот грубо говоря заехал на тот момент где есть на площадках ценники. И сразу их смотрю. Вот Passat. 13 690 евро. Содержит НДС. 2014 года. Автомобиль. 114 тысяч километров пробега. С разбитым стеклом лобовым. Ну как с разбитым. Там трещинка идет. В общем то вот приблизительно такие цены в Германии. Ничего не хочу сказать. Ни хорошего, ни плохого. Просто констатирую факт. Вот те цены которые есть я их освещаю. Немножко другая площадка. Здесь собраны разные автомобили. Но тем не менее все равно в Германии. И пойдем методом от противного. Или же изначально. Вот такой вот RS. Очень визуально хорошо выглядит. Ладно. Мы о стоимости. Это двухлитровый дизель. Стоимость этой машины 8 980. 144 тысячи километров. Она имеет пробега 2009 года. Не знаю. Как по мне это слегка дороговато. Ауди. Ах. Красавица. Черная прекрасная. С дополнительным комплектом колес. Имеет стоимость 25 тысяч 480 тысяч евро. 100 тысяч километров пробега. Но это Q5 трехлитровый. Год не вижу. Год 2013 у нее. Вот этого красавца мы сегодня уже осматривали. Честно говоря. Вот этот автомобиль. Изначально да 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 мы его хотели. Но как посмотрели машина честно говоря не очень. Стоит она 15 тысяч 380 евро. Все бы ничего. Это Audi Q3. Двухлитровый. У нее 8 дисков. Колесных. Но. У нее вот эта вот сторона. Она крашеная. Поэтому этот автомобиль такой недорогой. Плюс еще вот здесь вот такой зверский зазор. Хаммер. Прекрасный. Хаммер можно сказать для девочки. Белый Хаммер с розовыми. Такими вырви глаз цветом вставками. Стоимость этого автомобиля. Ой не вижу. 23 980 евро. Вот я даже вот так опущу. Вот такой вот интересный экземплярчик. Рядом с ним стоит его черный брат. Черный имеется ввиду Хаммер. С рыжими вставками. Тоже так интересно покрашен. У нас такие Ниссаны Жуки ездят. Стоимость этого автомобиля я пока не вижу. Но сейчас попробую посмотреть. Эх. 21 тысяча с чем-то. Я думаю вам должно быть видно. Мне отсюда не видно. Я вроде бы не совсем и маленький вырос. У меня средний рост. Я не могу сказать что я жалуюсь на маленький рост. Но тем не менее этот автомобиль он слегка высокий. Высокий потому что он люфтованный. Ах красавец. Конечно он имеет какое-то доп. оборудование. Кучу всего интересного. Окислившийся лючок бака. Но тем не менее это Хаммер. Мерседес. Мерседес Вито. 122. 22 тысячи 980 евро. На 18 колесах. Это 12 года автомобиль. 173 тысячи километров пробега. Визуально выглядит очень хорошо. Эту машину мы сегодня не смотрели. У нас не было в заявке такого автомобиля. Очень-очень интересно выглядит. Я уже параллельно смотрю есть ли у него что-то. Так. Кубик. Или же Гелендваген. Или же квадратик, гробик. Кто как его называют. Стоимость всего прекрасного автомобиля 81 тысяча 980 евро. Эта машина проехала 52 тысячи 765 километров. И он 2014 года 5,4. Ну грубо говоря 5,5. 5,461 он имеет объем. Мечта многих. Тех кто хочет себе такой автомобиль. Но это не задранный. Я видел еще такие конкретно задранные. На этой площадке большинство автомобилей они также идут с возвратом НДС. На этой площадке мы тоже купили один автомобиль. Какой покажу позже. Потому что он сейчас поехал готовиться. Готовиться имеется ввиду. Выписали на него договор купли-продажи. Оформление будет завтра. И поэтому он сейчас попал в зону в середину. И стоит эта машина там. О! Коммерческий транспорт. Бус. Автобус. Вот такой вот прекрасный Ford Transit. Средняя база. 13 980 евро. Цена с НДСом. 2015 года 92 755 километров. Грузоподъемность 3,5 тонны. Ну неплохо. Очень даже неплохо. Opel. Opel Astra. Хэтчбек прикольный. 1,7 турбодизель. Мотор на 81 киловатт. Имеет этот автомобиль 127 450 километров пробега. Это 2011 год. И стоимость этой машины 6 980 евро. С НДСом. То есть НДС тут возвращается. Акцентирую внимание, что после того, когда автомобиль идет на экспорт и встанет на украинские номера, возврат человек получит 19% стоимости этого автомобиля. И естественно, если учесть торги, а торг здесь присутствует практически всегда, на одном автомобиле мы сегодня скинули практически 2000 евро, на втором чуть-чуть больше тысячи. Ах, какие ноздри. Какие колеса. Какой профиль. Какой автомобиль. Просто бомбедный автомобиль. 2000. Эй, 2000. 25 480 евро. Это 730 BMW. М-пакет. 22 колеса. 142 тысячи километров пробега. 2012 год. Он имеет прекрасный кожаный салон. И вот это, блин, у меня с головы выпадает. Забыл, как называется проекция. Представляете, как-то с головы выпало. И он имеет проекцию. Ну, это уже для любителей такого спорта. Такой корвет. Корвет стоит 24 980 евро. 55 тысяч он имеет пробега. А год отсюда я не вижу. Да, пофиг, какого он года. Машина просто отличная. Машина просто бомбезная. Большинство автомобилей, мы вот сегодня ходили полдня по этой площадке, рассматривали, выбирали. Здесь большинство автомобилей, они не крашены. Здесь единицы крашеных автомобилей. Ах, какие колеса. Какие тормозные диски. Да это просто, просто мечта. 750 X-Drive полный привод. 60 тысяч километров пробега. 2017 года машина. 54 980 евро. И этот автомобиль содержит НДС. BMW. 335 X-Drive полный привод. 209 тысяч километров. 2008 года. Ну, просто кинь-огинь. А стоимость этого автомобиля 13 910 евро. Ну, старенький, но такой прикольненький. Очень такие низкопрофильные колеса у него. Офигительные диски. Ну, что еще могу сказать. Машина класс. В общем, машин здесь всяко разных. На всякий вкус. Но очень плохо, печально, наверное, то, что здесь нету таких дешевых автомобилей, которые там по 2-3 тысячи евро. Потому что большинству автомобилей, вернее, большинству людей хочется именно такие автомобили. Хочется очень недорогие машины. Но парадигма заключается в том, что все машины, которые хорошие, все машины, которые прикольные, они стоят денег. Даже те, которые недорогие. Ну, вот, например, взять вот эту Шкоду. Это у нас машин. Эх, не дотягиваюсь. 15-й год, наверное, или 16-й, судя по внешнему виду. Ну, это у нас 15-го года машина. 184 тысячи километров пробега. Двухлитровый турбодизель. Стоит эта машина 10 980. Ну, и, в общем, Тауран. Тауран, Мерседес, Мазда. Мазда ЦХ5. Вот, вернее, ЦХ7. Кто-то у меня недавно спрашивал. Такое великолепное чудо. Выглядит хорошо. По зазорам у нее классно. 9 980 евро. 114 тысяч. 12-го года. 2,2. Это дизельный двигатель. Как, в принципе, бывает для Европы. Ford. Ford Torneo Custom. 9-местный прикольный аппарат. 14 980 евро. Эта машина 15-го года. Она имеет 100 тысяч километров пробега. Ну, в общем, машины есть разные. Машины есть прикольные. Даже вот Skoda Yeti. Полноприводный снежный человек, если можно так сказать. Стоит 7 980 евро. Машина 11-го года имеет 115 тысяч километров пробега. 1,2. Отстойная машина. Вернее, машина прикольная. Мотор у нее отстойный. Гольф 1,4. 1,4 TSI. Прекрасный трехдверный автомобиль. Ну, как? Прекрасный. Кому подходит, кому нет. Вот из разряда недорогих машин. Восьмого года 4 380 евро. Машина имеет 146 тысяч пробег. 2008 года. Датчик дождя. Ну, и состояние у нее такое довольно очень-очень неплохое. Ой, какой прекрасный инфинити. Такой злой, интересный. По крайней мере, выглядит. 2,2 дизель. Как раз европейский вариант. Стоимость этого экземпляра 21 1980 евро. Эта машина 16 года имеет 44 тысячи... 764 тысячи... Я уже заговариваться начал. 44 тысячи 764 километра пробега. Ай, BMW. Красивый, интересный. Трехлитровый. С М-пакетом. И вот такой вот X3 стоит 2017 года с пробегом. 42 тысячи километров. 26 тысяч... 36 тысяч 980 километров. Чуть-чуть не увидел одну цифру. И спинным мозгом понимаешь, что я как-то сказал и сказал мало. Классный, красный автомобиль. Ну, как он классный, как он красный. Porsche. Porsche Cayenne. Дизельный аппарат. Европейская версия. 29 тысяч 280 евро. Имеет эта машина на сейчас пробега 132 тысячи 155 километров. 29 тысяч 280 евро стоимость автомобиля. И сразу же здесь для тех, кто хочет купить машину в кредит, расписаны стоимость платежей 375 евро в месяц. Общая стоимость платежа 33 тысячи 834 евро. Для того, чтобы купить такой автомобиль, достаточно 350 евро выдавать за него каждый месяц. И можно запросто позволить ездить себе на Cayenne. И причем Cayenne, я не могу сказать, что он какой-то такой ухайдоханный. Нет, абсолютно нормальный. Golf. Golf 1.4 Бензиновый автомобиль. 5 тысяч 780 евро. 124 тысячи километров пробега. 2009 год. Вот с такой панорамой. Ну, конечно, не кожаный салон. Но машина просто кинь-я-гинь. С DSG-шной коробкой. Ах, Honda. Вот эта Honda, она точно будет недорогая. Хотя, когда-то такая машина. Многие мечтали о ней. 6 тысяч 980 евро. Машина имеет 145 тысяч пробега. 2006 года. Бензин. Просто машины здесь все имеют, ну, потрясающий вид. Просто у меня ни слов. В этот раз, честно скажу, в этот раз мы просто кайфанули от поездки. В этот раз мы долго не выбирали. Да, конечно, первую машину мы посмотрели. Мы были не очень в таком восторге. Потому что заявлена была машина не битая и не крашенная. Но вот, находясь на вот этой площадке и на соседней, здесь, конечно, подавляющее большинство автомобилей, они просто в идеальном, изумительном состоянии. У меня нет нареканий особых. Хотя, ну вот, гольф. Возьмем этот гольф. Машина прицепиться не к чему. По зазорам везде все стоит. Состояние руля такое, что, ну, у него везде все классно. Но стоимость этой машины 6 тысяч 980 евро. Имеет она 132 тысячи километров пробега и на 2009 года. Да, это не дешево. Но с учетом того, что будет возврат МДС, то не так это и дорого для машины, которая имеет подтвержденные километры пробегов. Потому как в другие страны не везде этого можно. В общем, в этот раз не буду мучать стоимостью всех автомобилей. Не буду обходить по всей площадке, где есть большое безумное количество этих автомобилей. Но класс! Машины не совсем дешевые. Есть дешевые, есть не очень дешевые. Но в основной своей массе машины не дешевые. Но они реально классные. Вот, например, вот эта Insignia. Я думаю, она будет стоить под десятку. Она имеет запасные колеса. Большой остаток резины. По зазорчикам у нее все ровно. У нее термальные стекла, камеры, панорама. Белая вентилируемая кожа. Двухлитровый турбодизель. Полный привод. Стоимость, да, я не ошибся, 9980 евро. Машина 2013 года. 2013 года, кстати, это прикольная машина. С 2013 года уже моторы у нее идут с исправленным насосом масляным. И он не пускает стружку. И, в общем, классные моторы. Долго, чтобы не рассказывать. Машина имеет 184 тысячи километров пробега. Почти 185. 184,875. И машина с НДСом стоит почти десятку. То есть на нее еще поторговаться, я думаю, евро на 700 можно. А то, может быть, даже и до тысячи. И потом от этой стоимости еще вернуть НДС. Да, все верно. Это я стоял, залип, считал. Правильно ли я посчитал. Ну и, в общем, стоит оно того или не стоит поездка в Германию за автомобилями, решать, конечно, вам. Мне парни говорят обратить внимание на эту Шкоду. Наверное, там какой-то подвох, наверное, она разваленная. Да нет, нифига, классная машина. Октавия. Двухлитровый. Турбодизель. Биксенон. Навигация. С 17-го года. Ну что, два года машине. Стоит она 8 980. Обратите внимание на пробег. 350 тысяч. Ну не за два, за три года автомобиль. 350 тысяч. После того, как, ну, реально ломается речь. Машина выглядит, ну, на 350 тысяч, да хрен по ней скажешь. Я, конечно. Блин, да я пойду возьму ключи от этой машины и попрошу, чтобы мне ее показали. Я думаю, дилер еще не закрылся. Это просто, блин, капец. Машина с колесами продается. Машина до десятки. Вот такой вот экземпляр у нас. Блин, да поставят ей 90 тысяч и просто она улетит. Как выглядит машина в салоне на 350 тысяч, я сейчас покажу. Я уже взял ключи от этой Шкоды. Машина имеет, ну, четыре колеса, можно сказать. Правда, одна докатка. И три колеса таких. Недобитка, ржавчины, вообще никакой. Ребята, 350 тысяч. Вот, 350 тысяч. Багажник не поцарапанный. Я, конечно, не буду доставать колеса для того, чтобы вам это показать. Задняя часть тонирована. Блин, молдинги везде все ровненькие. Везде все. Я сейчас вот так выровняю камеру. Везде машина вся в зазорах. Машинка везде классная, машинка везде идеальная. Ну, и теперь смотрим, что такое 350 тысяч километров пробега. Руль вообще ровненький. Даже вон на приборке. Я думал, сначала это опечатка. Я спросил у дилера, какой пробег. Он сказал, 350. 350, 350, 2 тысячи. Состояние салона просто, блин, зашибись. Подушка, не просевшая вообще ни разу. Не пошарпана нигде ничего. Сейчас я вот так залезу. Состояние салона просто изумительное. Чистейший потолок. Ну, я не знаю. Может быть, конечно, у нее Алис мотору. Я сейчас попробую запустить двигатель. Так, запускаем. Дверь закрыть или что ты хочешь? На, закрыли тебе дверь. Дымит, не дымит? Красный. Что я могу сказать? Машина 350 тысяч. Она вообще не дымит, вообще не коптит. Состояние просто мега офигительное. Вот такая машина, это просто тупо мечта перекупа. Почему? Да потому что... Да ну реально, посмотрите. 350 тысяч. Вообще состояние прицепиться не к чему. Ни единой царапинки. Сидения офигительные. А вот такие вот автомобили потом попадают на рынок. 110 киловатт. Семнадцатого года машина. Семнадцатого года 350 тысяч. Ну, что тут сказать? Блин, добавить нечего. Ну... Все работает. Машина с навигацией. Сказать, что я приятно шокирован? Ну... Наверное, не сказать ничего. Вот, что такое недорогой автомобиль. Подтвержденных 350 тысяч, но машина работает изумительно. Так как бы я... Многие знают о том, как я заморачиваюсь с выбором автомобилей. Я заморачиваюсь с тем, что я залажу в электронные блоки. Я выведываю, какой у них есть пробег. Я при малейшей возможности, если есть возможность, я всегда дилеру звоню, говорю о том, что я хочу машину загнать на яму. Если у него нет возможности, мы едем еще на соседнее СТО. Но здесь 350 тысяч и машина в таком классном состоянии. Вот то, что действительно называется мечта перекупа. Ну, а с вами был Николай Тарануха. Киев, компания Одинавто. Будьте внимательны, будьте бдительными. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока.